С первых минут общения с представителями домовых комитетов микрорайона Мамайка сотрудникам администрации города стало понятно. Сочинцы недостаточно хорошо знают жилищное законодательство. В частности, не знают, что такое фонд капитального ремонта домов. Это считает глава города недоработка районных властей. Поручение районным властям в течение недели провести сходы граждан и разъяснить сочинцам, как именно теперь будет финансироваться ремонт общедомового имущества. Вообще, за последнее время микрорайон, отмечают представители Совета ТОС, похорошел. Большинство домов, благодаря олимпийским проектам, отремонтированы. Стало проще ездить и по главной автотрассе микрорайона, отмечают автолюбители. Но сочинцы переживают и за второстепенные подъездные дороги. На целинной улице будет дорога. Она будет 100%, думаю, даже немножко раньше. Я думаю, что дней через 10 уже зайдут делать. Да вы что! Частично в микрорайоне, благодаря муниципальным и краевым программам, удалось заменить и коммуникации. Тем не менее, у сочинцев есть претензии к работе водоканала. К примеру, вот этому ручью уже более пяти лет. Пять лет или сколько лет течет вот эта вода? Сколько раз вы обращались в водоканал? Жители Мамайки считают, что ручей течет с водонасосной станции, которая попадает в воду в микрорайон. Глава города поручил устранить утечку. Спрашивали местные жители и о дальнейшей судьбе набережной реки Псахэ. Тут вот набережную сделали, так красиво выложили этими, ну не надо мне, плиткой. Но самое интересное, тут вот где спуск на речку, ну молодой человек, и там и канализация течет, и сделали ровно до этого перехода, и там вечно не засыхающая лужа. До 10 сентября полностью набережная будет закончена. На сайте сейчас вывешены работы, то есть идет подбор подрядчика. Подрядчик подберется, и этот подрядчик должен сделать все, что вы вот говорите. По итогам обхода глава города дал поручение своим помощникам устранить все незначительные недочеты на Мамайке. Это касается текущей канализации, санитарного состояния, поломанных ливневок. Вопросы у мэра были и к состоянию некоторых дворовых территорий, проездов и детских площадок. Чтобы их привести в порядок, будет создана комиссия, которая должна выяснить, в чьей они собственности, и только после этого будет определен источник финансирования ремонта.